На самом деле очень крутая компания, и все ребята, которые в ней работают, они нам очень сильно помогают. Очень понравилась Хорландская работа, плюс большое количество заданий, которые пришлось исполнять очень динамично. Нужно часто работать над несколькими заданиями одновременно, и это интересно. И также новые люди, новые мнения, и интересно также учиться чему-нибудь новому у них. Сделано в виде гейма такого, в виде соревнования легкого, и все равно, хотя мы очень-очень помогаем друг другу командами, но все равно какое-то соревнование присутствует, и ты все равно хочешь, давайте сделаем лучше, чем соперники. Ну, это здорово, это мотивирует, но стараться больше и работать больше. Я случила задания в очень-очень разных сферах. У меня это продажа авиабилетов по всему миру. Нам нужно придумать сайт для компании, проанализировать наши конкуренты и, ну, в общем, создать сей бизнеса. Наиболее интересным заданием для меня стала кора, где нам нужно было отвечать на вопросы в определенной сфере. Первая неделя прошла очень тихо и спокойно, никто не обходил наши результаты, но я себе поставила цель, что мы должны заработать эти апплоуты, которые для меня были лично как признание того, что мы уже стали онлайн-маркетинг-специалистами. И на данный момент у нас их 25, только потому что мы хотели их достичь, и мы достигли. С дедлайнами. То есть, когда тебе говорят, что нужно сделать до 12 ипм, и там до 2 это и все, а потом приходит еще, и на тебе еще таск, а потом еще таск, и ты должен, ну, настолько управлять временем, то есть, собрать свой тайм-менеджмент, чтобы все таски были не просто готовы, а они были качественно сделаны, это очень сложно. Поэтому это был очень большой челлендж, чтобы делать те таски качественно, еще и в дедлайн. Все, которые, некоторые из ребят меньше понимали, и я начала им рассказывать это, потому что у меня уже был не который опыт. И, во-первых, все начали меня слушать, и я поняла, что эта информация для них довольно важна, и также мне было очень приятно, когда они потом смогли это все использовать в будущих задачах. Это здорово, и это вдохновляет. Вся стажировка для меня очень вдохновляющий момент, вдохновляющий период. Больше всего я оценила, что за таким интересным словом вобилунити стоят прекрасные люди и профессионалы. И в построении блогов, и в дизайне, и в разработке. И благодаря хорошей человеческой атмосфере стажеры тоже себя чувствовали очень комфортно, классно и вдохновленными. Спасибо. Когда я впервые пришел, я думал, что буду заниматься в копирайтинге. Я буду только писать и так дальше. А потом я узнал, что онлайн-маркетинг или диджитал-маркетинг – это у нас не только копирайтинг, но это у нас еще и SEO, например, но про SEO я вообще ничего не знал, что такое on-site, что такое off-site промоушен. Вообще зачем у нас линк-билдинг, к чему это вообще все? То есть за эти три недели я узнал не только ресурсы, где искать информацию, как именно мы должны находить их, но еще и полезные тузы, которые поможут любому SEO-специалисту. Если бы я сама занималась анализом этой информации, на это ушло бы очень много времени, поэтому я хочу сказать, выразить свою огромную благодарность нашим коучам и организаторам этой программы. Динамичный человек, который, с одной стороны, очень вовлечен в проект и который может работать максимально эффективно, с другой стороны, он очень открытый, дружелюбный и всегда открыт к, можно сказать, к фану, к чему-то ресурсовому. Мне кажется, это тот человек, который никогда не боится браться за новое дело, и даже если ему не хватает компетенции, он всегда уверен, и за счет силы своей воли, за счет своего желания и вдохновения он всегда дойдет до конца и станет на этом пути лучшим и будет ценным членом команды.